привет всем сегодня еду в сторону крыма только вот выезжаю сочи как всегда пробки и на въезде и на выезде пробки везде пробки ужас какой-то планирую сегодня доехать примерно до геленджика тормознуться там завтра может быть послезавтра поеду уже на паром непосредственно буду переправляться в керчь дальше на полуостров крым сделаю такой небольшой тур на по крыму еще не знаю точно куда поеду просто открою карту посмотрим и более-менее крупные известные города проеду по ним посмотрю как она там вчера день у меня был такой очень насыщенный ездил в абхазию очень много наснимал всего не успел вчера записать видео финальное поздно уже вернулись темноте ехали стал темноте писать решил что сегодня запишу были вчера в таких красивых местах я понял одно что в абхазию нужно ехать на машине и на несколько дней я что-то смолдушничал мы поехали на этом с туристической экскурсией на автобусе утром рано в 6 утра выехали и вечером в 12 вернулись домой я понимаю что решение не очень правильно все таки нужно было ехать на машине ну ладно ничего страшного в следующий раз я думаю поеду на машине уже и поеду на несколько дней просто медут местные ребята что-то маленько напрягли говорят что край дикий народ дикий с автоматами бегают там у меня нрав тоже такой своеобразной можем не сойтись характера как говорится но я к тому же был не один поэтому я решил все-таки не рисковать и поехать на автобусе первый раз ничего страшного были вчера на даче сталина первое первое место куда заехали то дачи сталина там сожалению нельзя было снимать ну запрещена была видеосъемка ну я так потихоньку там походил украдкой поснимал что получилось качество такое конечно картинка прыгает но тем не менее что-то получилось такое мощное место олдскульная никакой роскоши никаких излишек убранств все очень так сдержанно просто в общем так как и сам сталин я данного человека очень уважаю я не скажу что он для меня является каким-то примером да но достойно моего внимания в отличие от немногих от единиц то есть таких людей которым я могу прислушаться который мне у меня вызывает симпатию уважение то есть прям можно там на одной руке по пальцам пересчитать стали ну наверно один один из главных таких людей к нему двояко отношению всех мы сейчас не будем даваться подробности там в историю я историю изучал читал вам рекомендуют уже этим заняться но для себя выгнал понял что сталин серьезный чувак был дел правильные дела порядочный был арестант как говорится и прочее заехали мы на озеро рица 30 кажется да правильно озеро рица чудесное озеро голубое огромное расположено на высоте по тысячу метров над уровнем моря до в разломе эти гор прямо я даже не знаю как передать словами это прямо очень-очень крутое место я в таких красивых местах еще не был вообще кого сама абхазии очень красивое место это по сути кавказ уже кавказ кавказские горы и и море вот этот очень очень близко если в сочи это все очень так ну а тесно соседствует на море и горы то здесь в абхазии это еще ближе здесь еще больше гор еще больше моря здесь еще больше природы и она еще более как сказать они не тронута да наверное человеком в отличие от сочи то есть там сочи уже очень много цивилизации построек да то есть урбанизация такая глобальная в абхазии нет такого там софтепия полная разруха все очень много разрушенных брошенных домов строений ну и может быть это в какой-то степени и и спасает природу да то есть от воздействия нас людей как мы любим там зайти потоптаться все потрогать ну так вот много где были вчера а были в новоафонском монастыре мужской монастырь главный ну первый монастырь был афонский да в греции но вот при царе александре по-моему решили у нас россии нечто подобное сделает и от организовали новоафонский мужской монастырь такой конечно да бедноватый хотя церковь вроде организация бедная там бюджеты сравни государственным но тем не тем не менее что-то как-то с этой церкви у них видимо еще это планах реконструкция ну либо может там чуть не договорились старший наверху такая обычная церковь да то есть там минималистично грязненько требуется ремонт людей много ходят смотрят знаю я к религии равнодушен поэтому меня особо это не заинтересовало туда просто место просто церковь очередная спускались там же в новом афоне пещеру новоафонская пещера одна из самых крупных пещер в мире по моему считается со слов гидов в некоторых местах там потолки достигают 100 метров высотой представляете на пещера то есть они полость огромная просто там есть такое место да то есть мост на весной мост по моему 40 метров длиной навесной мост прямо в пещере но это вот это сложно представить это нужно видеть чем-то похоже да пластелин колец может быть смотрели да то есть там они по пещерам бегают у гномов то есть там мосты такие а вот примерно такое же ощущение примерно такой же антураж и мост да то есть в темноте там фонарями светятся там человек идет вдалеке его даже практически не видно то есть просто такой темный силуэт с одной стороны конечно круто завораживает с другой стороны немного жутко но тем не менее это очень крутая пещера я загорелся с палеологией по приезду на урал думаю полезу какую-нибудь пещеру мне вот интересно прямо спуститься в такую настоящую в дикую пещеру где то есть нет там ни света ничего нет не просто грязно сыра там тихо темно и прочее прочее так что вернусь поеду в пещеру там чуваки кто слышал на то есть у спелеологи можете меня с собой взять можете порекомендовать что-нибудь посоветовать буду благодарен ну в общем то все там были еще какие-то мелкие места там какие-то озера просто красивые там обрывы где мы проезжали круто абхазия мне очень понравилось обязательно туда сам съезжу на машине рекомендую вам да кто тут будет в этих краях на юге или кто здесь живет хотя кто здесь живет пусть там пособа не ездить неинтересно им это местные вообще даже на море не ходит купаться и мне не купается в море и даже не загорают только мы приездные сумасшедшие туристы тут с пляжа не улазим в общем то вот на сегодня хорош еду дальше что вспомнил еще скажу запишу ну все всем пока ставьте лайки подписывайтесь на канал там оставляйте комменты ну и т.д. и т.п. всем счастливо а